Диана Хант, Эйприл Пай. Драконий переполох. Переполох в драконьем имении. Читает Леди Арфа. Пролог. Можно, как известно, вытащить девушку из кошки, но попробуйте-ка вытащить кошку из девушки. И я Матроскина. Завершилось мое бесславное путешествие ударом о что-то твердое. Над головой раздался шорох, и шерсть на загривке мгновенно встала дыбом. Как же я этого ждала! В мешок хлынул свет, и в ореоле его лучей лицо Леди Айсидоры, столь неосмотрительно склонившееся над местом моего временного и весьма неприятного заточения, было просто ослепительным, просто запредельно прекрасным. С каким же удовольствием я, под аккомпанемент собственного же душераздирающего мяу, впилась когтями в эти гладкие фарфоровые щеки. С каким хищным и мстительным наслаждением драла я эту изумрудную гадину, отводя свою кошачью душу, наслаждаясь раздирающей меня смесью злости и бешенства. «Ай, брысь, брысь, тварь такая!» Броском магии Леди Айсидора отшвырнула меня, оглушив при этом ударом о стену, но даже звон в голове настроения не испортил. Хлюпающая кровавыми соплями драконица однозначно того стоила. «Мяу!» Встряхнувшись, бросилась снова, но на этот раз меня скрутила болезненной судорогой, перевернула и с размаху приложила озим. К моей досаде ссадины на лице рыжей гадиной затягивались и затягивались, увы, быстро, слишком быстро, чтобы удовлетворить мою потребность вместе. С легкостью удерживая беснующуюся меня на расстоянии, драконица победно ухмылялась. «Поучить бы тебя, человечка, манером, чтобы весь смертный век место свое знала. Вот только жалко на тебя время тратить. Навещу-ка я лучше Эша. Утешу бедненького после того, как от него жена сбежала. Эх, не оценила дурочка своего счастья. Не сомневайся, я сумею подобрать слова утешения». А я как-то не сомневалась даже, что уж то, что авушист. Лить эта дрянь умеет. И коралловые четки на ее изящном запястье бесили просто немыслимо. Какими-то они были неправильными. Хотелось разодрать их в клочья к чертовой бабушке. Всю дорогу не кстати вспоминался рассказ русалок о коралловой ведьме, чья любовная ворожба так сильна, что на поклон к ней являются даже небесные девы. И эта информация накладывалась на признание гадины, что мое присутствие мешает проклятью вечной страсти, которым стервозина рыжая прокляла Эша. Моего Эша! И потому я с яростным иступлением бросалась на нее снова и снова, своим рычанием и шипением, практически не ощущая уже бросков о пол. Когда же, невзирая на мои старания преодолеть магическую преграду, изумрудная ухмыльнулась и скрылась в окне портала, я испустила такой вопль, что сама на какое-то время оглохла. — Эй, Ика! — услышала я вдруг знакомый голос, причем звучал он изнутри. — Остынь! Остынь! — говорю! — Кто здесь? — вздох. — Ну, здравствуйте, приехали. Это вообще-то мне следует спрашивать, кто здесь. — Носик? А ты ожидала кого-то другого? — Нет, просто радость буквально переполнила. Я не одна, а в компании маленькой вредной кошки. А, как известно, маленькие вредные кошки — это сила, по тяпи своей знаю. К тому же, Нося, в отличие от меня, знакома с реалиями этого мира, а значит, мне вдвойне повезло. — И ты, главное, пойми, — продолжала кошка. В тебе сейчас сразу две кошачьих натуры существуют. Моя и твоя собственная, которую ты силой дракониды получила. То-то тебе башню и рвет. — Ох, и правда. Я ошалела, потрясла головой. — Нет, с рыжей стервой ты красава просто. Даже мне ни разу не удавалось так здорово ее отделать. Вот только главное сейчас не это. Оглянувшись по сторонам, я пробормотала мысленно. — Где-то она меня... нас оставила. — Ты возвращаешься, Ийка, — с облегчением констатировала Носик. — Это обнадеживает. Беглый осмотр места, в котором нас оставила леди Айсидора, ничего не дал. Темные холодные плиты, черные в серебряных узорах вензеля на серых стенах. Помещение большое, но большая часть пространства скрадывается из-за пирамидальной формы. В центре, я так поняла, там мы с Айси и приземлились. Нечто вроде постамента. Сполухи серебряных молний вокруг. Какой-то особенный односторонний портал? Хм, похоже на то. Подступиться к нему никак не удавалось. Пространство сгущалось и становилось кашей, стоило приблизиться. Поэтому, подзуживая мое носей, я принялась рыскать вокруг. И когда каждая каменная плитка была исследована со всей прилежностью, я не выдержала. — Ну и к Диме? Есть озарение? — Одно совершенно точно, — призналась Носик. — Мы далеко от дома. — Да ладно, — съехидничала я. — Неожиданно. Я-то думала, Айсидора нас в какой сарай в гранатовом имении забросила, шутки ради. А ну вон как. Подальше размахнуться не поленилась. — Ты не понимаешь, Ийка, — стала оправдываться Носик. — Я кошка. Я свой дом где угодно ощущаю. Я всегда знаю, где мой питомец находится. Ты хочешь сказать? — Ага. А сейчас никак. Вообще никак, понимаешь? Здесь магическая изоляция высшего уровня стоит. Нас хорошо спрятали. И так неуютно от этой мысли. Надеюсь, зеленоглазая гадина не решила уморить нас с Носиком голодом и жаждой. Стоило так подумать, как во рту мгновенно пересохло, а перед мысленным взором возник бокал с холодной минеральной водой и блюдо с пирожными. Теми самыми корзиночками с земляничным кремом. — Ну, гадина, — прошипела мысленно Носик. Я даже отвечать не стала. — Гадина, да. И план она идеальный придумала. Не придраться. Изолировать меня от всего света и самым случайным образом забыть. И не своими руками вроде как. И от соперницы избавилась. И от кошки, опять же, которая уже в печенках. Как говорится, все гениальное просто. И леди Айсидора, вопреки впечатлению ею производимому, в деталях оказалась просто образцом подражания и лаконичности. К счастью, наши с Носиком опасения не оправдались. Портал в центре пирамиды вспыхнул черным с серебряными искрами пламенем, и когда оно развеялось, перед нами предстал тот самый дракон, который подарил Ачи перстень с синим камнем. Высокий брюнет в черном бархате, который так вовремя пролетал мимо гранатового имения и заметил всплеск, проснувшийся в девочке драконьей магии. Эти светло-голубые глаза с узкими серебряными зрачками забыть просто невозможно. Ух-х-х! Увидел меня дракон не сразу. Пришлось присмотреться, поискать глазами. Заметив, наконец вздрогнул, но все равно не сильно удивился, как будто чего-то такого и ожидал. К моему удивлению и под аккомпанемент моего же утробного... Дракон склонился передо мной в галантном поклоне. «Добро пожаловать в обсидиановый дворец, миледи Драконида!» Низким, проникающим в глубины глубин голосом произнес он. «Пользуясь случаем, приношу вам самые искренние извинения за это спешное приглашение». «Приглашение? Мне даже рычать не нужно было и даром речи обладать. Сопорщенную шерсть на загривке брюнет и без всего этого истолковал правильно. Точнее, за способ вашей транспортировки». Добавил он уже не так уверенно. Шипенье само собой вырвалось. «То есть эту адскую и крайне унизительную, что еще важнее, тряску в лапах спесивой гадины, он называет приглашением и транспортировкой?» «Уверяю вас, миледи, был бы иной способ доставить вас в ваш новый дом, я бы непременно им воспользовался». «Что? В какой еще новый дом?» Поклонившись, снова дракон представился. «К вашим услугам, миледи, глава обсидианового клана, Джеймор, Вассер, Волканир, Макдракул». Глава первая. Обсидиан – первый минерал, рожденный дыханием первых драконов. Гранат – камень любви и страсти, крови и пламени. Черный дракон смотрел на меня с таким видом, будто пытался понять, что же со мной делать. Все же по сговору с леди Айсидорой он ожидал дракониду, но никак не маленькую белую кошку. Я успела достаточно прийти в себя, чтобы сложить в уме два и два и связать их с рыжей стервой и прошлое, практически совместное, с разбежкой в минуту буквально появление в гранатовом имении. А стоило дракону представиться, как очередная деталь пазла встала на место. «Изумрудная тварь, знай себе, кочевряжилась, выбирала между нашим гранатовым головой и обсидиановым гордецом». Ага, обсидиановым гордецом, говорите. «Хвала их морским богам за тех хвостатых сплетниц, что столь доблестно вооружили меня самым ценным ресурсом в любом из миров, а именно информацией, пусть и обрывочной. Ее вполне хватает, чтобы сообразить, что у Эша и этого Джейми МакДракула какие-то давние счеты друг к другу. Понять бы теперь, вот это мое похищение, кража книги, пакость давнему сопернику? Учитывая злость Айсидоры конкретно на меня, выбор «Изумрудная драконица» сделала в пользу Эша. Так что это вполне может быть местью со стороны обсидианового соперника». «Как-то в эту версию верилось больше, чем в ту, где меня похитили, потому что я драконида, который в этом мире навес золото-бриллиантов-артефактов. Однако ведь дар девочки тогда у домика Ачи. Пробуждение магии Игнис поразило этого обсидианового. Я точно помню, такие эмоции не подделать. Он ведь даже на человека стал похож моментами на какое-то время, то есть на дракона. Да нормальный он был, когда с девочкой говорил и с Ачей. «Так месть или дар дракониды?» произнесла я про себя, и носик тут же откликнулась. «Хм, можно подумать, одно другому как-то мешает». «Хм, а ведь и правда, есть над чем призадуматься». Возомнивший себя невесть, кем чёрный гад продолжал смотреть на меня выжидающе, вроде как я должна была откликнуться на его любезное приглашение. Помогать ему я, понятно, не собиралась. На приглашение отвечать тем более. Воспользовавшись тем, что попыток приблизиться он не делал, обвела лапки хвостом и принялась умываться с независимым видом. Вот только понятливостью чёрный гад не отличался, как и терпением. Он щёлкнул пальцами, и я лишь благодаря кошачьей реакции успела отскочить от развершившегося прямо у моих лапок портала. В прыжке успела рассмотреть пылающий камин, шкуру на полу, какую-то мебель. Миледи. Моей реакцией МакДракул был, мягко говоря, не впечатлён, однако досаду скрывал мастерский. Повторив приглашающий жест, он произнёс. «Прошу, миледи Драконидо, побеседуем в более подходящем для этого месте». Ну, если вы ваше чернейшество настаиваете... Очередным открытием было, что атаковать чёрного как ту же Айсидору я не могла. И ему не приходилось что-то для этого делать. Сдерживать меня как-то с помощью магии или всё время отражать атаку. К обсидиановому я просто подступить не могла. Не могла, и всё тут. — Однако мое желание атаковать дракон истолковал правильно. Нахмурившись, он высказал предположение. — Что-то не так, миледи? — Может, вы боитесь, что я пытаюсь заманить вас в ловушку? Не стоит переживать. Он вдруг усмехнулся и подмигнул мне ободряюще. — Как известно, из ловушки в ловушку можно ходить без пропуска. — А, тут еще юморист выискался. — Никто тебя тут не боится. — Не говоря уже о том, чтобы о чем-то там переживать. — Фрррр. — По недоуменно приподнятым бровям обсидианового я поняла, что его терзают те же самые сомнения, что вчера Эша. Мой гранатовый глава тоже не знал, понимаю ли я его, как и правильно ли я его понимаю. — Будут еще тщетные попытки достучаться до моего кошачьего разума? — Ну-ну. — Однако стоит отдать обсидиановому году должное. Он хорошо подготовился. То, что произошло следом за приглашением в портал, было одновременно неожиданно и ожидаемо, чтоб меня. Пробормотав что-то вроде того, что никто не обещал, что будет легко, Мак-Дракул сделал пас рукой и извлек вдруг прямо из воздуха черный кожаный том с золотым тиснением и застежкой в виде цветка из самоцветов. — И я буду не я, если это не тот самый трактат о драконидах, который этот черный гад увел прямо у нас из-под носа. — Драконида должна быть счастлива, — пробормотал он, листая желтые страницы. — Не то. — Да не смотрите вы, пантера, имя леди. — То, да не то. Мак-Дракул снова усмехнулся мне, изобразив шутливый поклон, и я поняла, что выдала себя тем, что глаз с трактата не свожу. Впрочем, дракон уже снова погрузился в книгу. — Вот. Довольный кивок. Сперва это казалось нелепицей, как и многое здесь. Теперь же я начинаю видеть в этом смысл. Сказать, что я вся обратилась вслух, не сказать ничего. И пофиг, что такая моя реакция не укрылась от обсидианового. В конце концов, кошка я или где? Интересно же. — Драконида может повелевать выбранной ею природе, — прочитал Мак-Дракул. — Стало быть, это не об управлении погодой, миледи. Вы по непонятной мне причине не просто обратились в кошку, а заняли ее тело. Это сложнее тривиального оборота. Стало быть, вы повелеваете кошачьей природой. — Похож на то, Ика, — нехотя прокомментировала носик. — Ты сама в кошку оборачиваешься, без труда практически, и любую из нас выбрать можешь и тело занять. С вытеснением сознания и без, как пожелаешь. Эта рыжая гадина нас одолела, потому что ты пока с собственной силой не очень-то в ладу. — Ничего, вернемся в именье, гранатовые тебя поднатаскают. — Пш! — шикнула я на кошку, хотя по поводу без труда практически я бы поспорила. Вдруг Апсидианова еще что-то полезное сообщит. И вообще нужно было в именье колоться. Тоже мне конспираторши хвостатые. Не секретничали бы, не строили из себя интриганок на пару с возрожденными. Глядишь, сидели бы сейчас все вместе, чай пили. Стоило подумать об Эши, как сердце болезненно сжалось. Соскучилась. Эх, и дуреха же я! И кошке, конечно, ни при чем. Попалась именно я, и попалась довольно глупо, но... От понимания этого совсем не легче. Апсидиановый, как назло, замолчал, листая страницы. — Значит, духи и природа — то, чему может повелевать драконида? С природой, понятно, почти. Я по какой-то причине кошачью выбрала. Или она меня... Не суть. И с духами я вроде как в ладу. Может, есть шанс призвать сюда дракончиков? Знать бы только как. Клянусь, ни один обжор не смотрел на коробку шоколадных конфет с таким вожделением, как я на злополучный трактат о драконидах. — Вот оно! — воскликнул Макдракул и бросил на меня взгляд поверх желтых страниц, от которого стало не по себе. — Ничего не имею против выбранной вами природы, миледи драконида. Я каким-то шестым кошка-чувством поняла. Врет. Это Эш Кошатник. Мы кошки их сразу распознаем, как и тех, кто недостаточно нами восторгается и благоговеет, как вот этот Макдракул, например. — Однако беседовать предпочитаю с человеком. — Не поддаемся, Ика! — подбодрила Носик. — Держим оборону до последнего. — И ведем диверсионную деятельность! — нарочито-бодро откликнулась я. Однако мой голос даже мысленно прозвучал не очень уверенно. — Храбришься? — мгновенно уловила мою неуверенность Носик и призналась. — Мне тоже не по себе. Я как-то тоже кошкой себя безопаснее ощущала. И беседы вести с гадом обсидиановым ни желания, ни намерения не имела. Да и до трактата того же кошки добраться проще. Макдракул больше на меня не смотрел. Он сделал знакомый пас руками и выудил из воздуха черный кристалл неправильной формы. Не отрываясь от книги, принялся зачитывать что-то непонятное и знакомое одновременно. Да ведь это то самое заклинание, что мудрейший читал в Сокровищнице. Только Недрадрион по памяти читал, а Макдракул чуть ли не по слогам зачитывал и кристаллам себе помогал. И все же у него получилось. Спустя минуту я ощутила резкое головокружение, а пришла в себя, уже сидя на холодном полу и ошалела, тряся головой. На коленях моих шипело на склонившегося надо мной и протягивающего мне руку дракона носик. — Так-то лучше, миледи драконида! — натянуто улыбнулся мне черный гад. Глаза его оставались настороженными, изучающими. — Верховная гранатовая леди, вы хотели сказать? Проигнорировав руку дракона, я поднялась сама, прижимая к груди носика. Меня окинули таким пристальным и холодным взглядом, что аж пот прошиб. От того, что предстало перед обсидиановым головой в фейском наряде, было не по себе. Знаю, что никогда еще не выглядело так хорошо, но здесь это как-то не радовало. И все же что-то изнутри подсказывало я в цветах гранатового дома. Своего дома, и это правильно. По крайней мере, какое-то замешательство обсидианового я ощутила. Тот задумчиво постучал пальцами по фолианту и заломил бровь. — Любой дракон с первой же секунды распознает, что вы лжете, леди. Драконида еще не сделала свой выбор. — Черт, это она... — О ней самой, — подсказала мысленно носик, и я чуть не подпрыгнула от неожиданности. — О чести девичьей и... Сцепив зубы, я процедила. — Чтобы вы там не нафантазировали, уважаемый, я замужем, и очень скоро мой муж будет здесь. — Я не сомневаюсь в этом, миледи. Показалось, или ухмылка обсидианового стала из высокомерной издевательской. — Может, пока мы ожидаем гранатового главу, мне удастся заинтересовать вас одной занятной беседой о действии проклятия вечной страсти. — Это совсем не то, что проклятие любовной тоски, уверяю вас. Бороться с вечной страстью куда сложнее. — Вы можете говорить что угодно. Мне придется выслушать вас по той простой причине, что я ваша пленница. Поморщившись, я пожала плечами. — А что до леди Айседоры? — Глава не предложил ей совместный полет, ни находясь под этим вашим проклятием вечной страсти, ни даже когда его обязали жениться. — Сказать, что мне удалось огорошить обсидианового гордеца, не сказать ничего. Клянусь, у него даже глаз дернулся. — Так держать, моя девочка! — воспряла на руках носик. Взревело черное с серебряными искрами пламя. Нас окутало тьмой, а пол под ногами разверзся. Я с размаху плюхнулась в глубокое кресло, но, мое счастье, довольно мягкое. Носик крекнуло на моих руках. — Насколько я понимаю, миледи Драконида, вы в нашем мире недавно! — произнес МакДракул, пока я вертела головой, осматриваясь. Жемчужно-серый цвет стен, серебряная отделка. В отличие от покоев гранатовых драконов, где кристаллы в стенах повсеместно, у обсидиановых были другие порядки. Обсидиан, как таковой, был здесь один. Вытянутый черный кристалл горделиво взирал на нас со столика посреди комнаты на прозрачной ножке в виде головы того же диковинного зверя, что украшало трость обсидианового головы, когда он пролетал мимо гранатового именья. Мебель здесь была тоже серая, но изящная, и камин не тот, что я видела тогда, в первом портале. Этот был меньше, и пламя в нем было светлым, почти белым и каким-то безопасным на вид. Конечно, я мало что понимаю в новом мире, однако то обстоятельство, что обсидиановый резко изменил свои планы, показалось почему-то хорошим знаком. На мой скромный взгляд, покои эти, где мы оказались черному, не подходили совершенно, и вообще вид у них был нежилым. — Нужно отдать вам должное, вы успели разобраться в наших обычаях, миледи драконида, — нехотя продолжил обсидиановый. Он рассматривал меня с каким-то особым выражением, вглядывался, будто ожидал разглядеть что-то и не видел. — Верховная леди гранатового клана! Снова поправила я его, польщенная и приободренная успехом. И на этот раз он промолчал. Правда, пауза была недолгой. — У меня эта ситуация тоже не вызывает восторгами, леди, уверяю вас. Но вы будете счастливы здесь? — Точно будете! Ведь это обязательное условие для действия вашего дара. Я даже отвечать не стала, только головой покачала, пялись на циферблат, парящий в воздухе. Этот гад ведь ни разу по имени меня не назвал. Миледи, драконида. Можно подумать, он не знает, как меня зовут. — Вынужден вас покинуть, миледи, пока вы располагаетесь и отдыхаете с дороги. Хлопните в ладоши, если вам что-то понадобится. Может, есть какие-то пожелания прямо сейчас? Я пожала плечами, и такой приступ злости одолел просто. Это теперь, вместо того, чтобы медовым месяцем вовсю наслаждаться, по имению ездить, магию осваивать под руководством гранатовых братьев, с Эшем, наконец, быть, стоило лишь одну только мысль допустить о муже, как в следующий момент он уже все сознание захватывал. Мысли, чувства, все. Хоть бы сгреб сейчас в охапку, поцеловал в макушку и прошептал. Вишенка. А потом, сцепив зубы, я посмотрела на обсидианового главу со злостью. Ведь красивый мужик, статный, высокий, широкоплечий, и весь такой аристократично напыщенный. Мне такой типаж никогда не нравился, но точно знаю, любительницы есть и в избытке. В нашем мире этот макдракул точно со страниц светской хроники не сошел бы. Почему светской? Нароже написано, что аристократ. Такое не сотрешь, не подделаешь. Эти обсидиановые какие-то особенные, что ли? Судя по тому, что за сохранность своего имущества этот макдракул как-то не особо волнуется, мол, спрятал меня надежно, и Эш не сравняет это место, чем бы оно там ни было, с землей, похоже на то. И это он зря. Не лучшее решение привезти в свой дом маленькую, вредную и очень злую на тебя кошку, а уж если целых двух кошек. Лучше прощайся, обсидиановый, со всем, что тебе тут любо-дорого. Ты испортил нам с мужем медовый месяц, и я слишком зла, чтобы изображать леди. У меня только один вопрос. Все же процедила я, когда обсидиановый готов был покинуть мои покои. Макдракул вздрогнул и, нахмурившись, обернулся. Я за его скривившейся рожей наблюдала со мстительным удовольствием. Вы действительно думаете, что верховную леди гранатового клана можно вот так вот запросто взять, похитить, приказать быть счастливой и вуаля? Во что? А, неважно. Вы действительно думаете, что ваша выходка сойдет вам с рук? Обсидиановый, понимающий, кивнул. Улыбнулся, вдруг растерянно, одними губами. Его холодные светло-голубые глаза оставались серьезными. Я не думаю, миледи, я знаю. Помните нашу первую встречу? Такое, пожалуй, забудешь. Он покачал головой, не то с досадой, не то с какой-то еще эмоцией. Я вдруг поверила, что эта ситуация и вправду не вызывает у него восторга. Он как будто делал то, что не хотел, но должен был. Да что вообще происходит? Зачем я ему понадобилась в таком случае? Все просто, миледи, кивнув, произнес Макдракул с выражением обреченности на холеном лице. Проще не придумаешь. Дракон услышал зов истинной пары, а драконы не ошибаются, миледи Драконида. Никогда! С этими словами Обсидиановый голова оставил нас с носиком одних, с раскрытыми ртами и хлопающими ресницами.